Продолжаются работы по капитальному ремонту целого направления, которое соединит центр с Пересовским мостом. Я говорю не только об одной улице. Это и Софиевская, и Спуск Маринеска. Как вы знаете, до конца 2019 года улица Софиевская, тут участок Доуглас, а улица Ольгиевская уже должны были сдать в эксплуатацию. Но в конце года появились некоторые трудности, которые не позволили строителям и всем бригадирам сдать работы в срок. А представитель службы дорожного хозяйства рассказал о тех проблемах, которые возникли, но тут же успокоил, что 95% всех работ конкретно на Софиевской уже выполнены. Остались незначительные работы, но тоже важные. Давайте послушаем чиновника. На этом узле Софиевская, в угол Ольгиевской, мы столкнулись с тем, что несколько инженерных мереж, это и электрокабели, и телекоммуникационные системы, они были не на соответствующей отметке. И нам довелося массу усилий прикластили, чтобы их перенести на соответствующие отметки. Это, по-перше. По-друге, если вы помните, и в листопаде, и в грудне были достаточно рискованные опыта. Поэтому еще потребен невеликий, но потребен час. Прогнозное время окончания всех работ это 4-5 недель, но при условии, что не пойдет снег, не зальет все дождем, погода пока балует одесских ремонтников, ну и, в принципе, всех жителей города. Хотя, как мы видим, темп работ, ну, возможно, это связано еще с праздниками, такой спокойный, не очень, как бы, высокий. Итак, соединить трамвайное полотно с Софиевской, со спуском Маринеска. И, в принципе, этот этап работ можно считать завершенным. Следующий этап – это уже работы на спуске Маринеска. Давайте послушаем, что об этом говорят в службе дорожного хозяйства. Нам необходимо перейти на узвиз Маринеска трамвайной колеей, соединять улицу Софиевскую с узвизом Маринеска, и восстановить дорожное покрытие и тротуары. Помню, что дорога Софиевская и спуск Маринеска – это часть транспортно-инфраструктурного проекта «Север-Юг». После того, как все работы будут завершены, а это, по прогнозам, середина весны, уже можно будет всерьез говорить о запуске трамвая, который соединит Таирово с поселком Котовского. Это, конечно, не будет астрономическое время, которое некоторые чиновники озвучивают. Нужно еще понять, что у нас с трамвайным полотном на Таирово и в Суворовском районе. В целом, та часть Софиевская, которая уже открыта для проезда, однако пока не пользуется популярностью по понятным причинам. Это направление все-таки на поселок Котовского, а полноценная дорога закрыта. Оставляет благоприятное впечатление. Тактильная плитка и остановки, и качество дорожного покрытия, и трамвайная подушка. Все это мы видели, всю технологию видели, как применяли и в ремонте улицы Преображенской. Поэтому есть основания предполагать, что такого ремонта хватит ни на один и ни на два серьезных зимних сезона. Инспекцию проводили для телеканала «Репортер» Виталий Хемий, Владимир Ивжич.